Память о талантливом режиссёре, актёре, театральном деятеле, художественном руководителе Самарского театра драмы Петре Монастырском увековечит. По инициативе города, годовщине смерти Петра Львовича, на доме, где он жил, на пересечении улиц Вилоновская и Чапаевская, появится мемориальная доска в его честь. Эскиз уже выбрала вдова режиссёра. Его предложил скульптор Карен Саркисов. Конечно, подавляюсь, очень узнаваемо и очень хорошо, что тут присутствует из адрес. Это очень характерная личность внешне и внутренне. Внешне я узнаю моего руководителя. Мемориальные доски полагается устанавливать спустя 10 лет после смерти человека. Но в отдельных случаях это правило можно изменить по решению главы города. Так, в апреле будет открыта мемориальная доска почётному гражданину Самары, герою труда, конструктору ЦСКБ «Прогресс» Александру Солдатенкову. Он участвовал в сборке первых ракетоносителей, которые дали путь к тому, что наш город стал городом космической славы России. На мой взгляд, когда речь идёт о почётном гражданине города, человеке принёсший такой вклад в развитие не только нашего города, но и страны, мы вполне можем это рассматривать индивидуально в порядке. Мы принимаем положительное решение и поручаем инициативной группе вместе с авторами согласовать окончательный проект доски в течение следующей недели. Расходы на установку памятной доски конструкторское бюро возьмёт на себя. За счёт инициативной группы и общественников сделают и другой, весьма необычный памятник – стеклянный куб. Его планируют установить на железнодорожном вокзале. Проект сделали самарские студенты. Он символизирует льдинку и одновременно чистоту сердца норвежского исследователя Фритя Фанансена, который помог голодающим по Волжье. Инициативу самарской молодёжи комиссия по вековечению выдающихся личностей поддержала. На комиссию был вынесен и проект памятника митрополиту Иоанну Снычёву. Инициативная группа самарцев уже 10 лет выступает за его установку. Комиссия предложения поддержала. По мнению общественников, он должен объединять и вызывать лишь светлые ассоциации. Памятник расположится в Ильинском сквере на пересечении Арцебушевской и Красноармейской. Марина Кравцова, Константин Головин. События.